девочки здравствуйте сегодня будет очень необычный маникюр очень нежный перед тем как делать стемпинг я хочу крепить ногти акриловой пудрой но буду это делать необычным способом как показал показал вам ранее а он будет такой в стиле французский маникюр а на самом деле здесь нет ничего сложного нужно просто хорошая пудра очень мелкого помола у меня это или 99 самая мелкая пудра из всех которые есть на али значит мне понадобится белый и розовый а значит перед тем как наносить пудручку ой просыпалась а как я неудачно открыла ну ладно ничего страшного перед тем как открывать начать начинать мы берем базу у меня от коди сейчас я сниму липкий слой ногтевой пластины так всего сняла сейчас поставлю свою лампу у меня сегодня сан увы ван вот она в кадр плохо влезает вот здесь она у вас кадр не будет попадать все значит берем базу от коде вы берете какая вам надо базу как у вам надо ой даже много вот так все наносим обычные до тоненький слой базы на ногтевую пластину вот девочки смотрите я нанесла базу сушить ее не надо мы прям на сырую базу берем белую пудру и окунаем на каточек до нужной нам улыбочки на смотрим я еще погубить я сильно сейчас стараться не буду потому что у меня будет сверху стемпинг поэтому это все условно так более мы будем делать два слоя так теперь берем розовую да ух ты как я мазану теперь берем розовую и сыпем вот так сверху и она там где белая она не не будет прилипать будет прилипать там где чисто это просто обычное укрепление акриловая пудра и просто слегка будет ощущение что французский маникюр мне просто нужно это для фона ну как бы подложки моего моника сегодня стемпинга все сейчас я отправлю сушить лампу и сделаем второй слой значит сушить я буду минуту лучше акрил просушить минуту с базой так надо закрыть тоже у меня тут база еще сырая видите нужно лампу отвернуть в общем сейчас я посушу минуту и мы с вами сделаем еще то же самое второй раз так просушили щеточку вот так стряхаем я потом коврик обязательно конечно почищу сейчас хорошо стряхнем и сделаем второй слой базы во вторую слой сделаем все мы покрыли и окунаем теперь сыпем опять розовый это будет очень хорошее укрепление ногтям и слегка создать ощущение у меня все но будет сверху французским ой господи в стемпинг идти поэтому мне не нужно прям ярко выраженный французский маникюр потому что все равно перекроется стемпингом не нужен такой намек легкий намек я все но сейчас укрепляю ногти акрил я всегда это делаю перед тем как носить гель лак но сегодня буду делать немножко необычным способом и как я вам показывала ранее а будет у нас вот такой французский маникюр сейчас мы просушим опять минуту так щеточка сейчас я вот этой так сейчас я нанесу опять базу такими выравнивающими так на же и мало осталось мало осталось база чуть-чуть добавлю еще вторую руку делать поэтому мне в любом случае она нужна теперь как бы выравниваем ногтевую пластину можно да так выровнять ее запечатываем торец чтобы было все закрыто и все так делаем всю руку все слушал опять минуту лампе перед тем как наносить стемпинг я тонким слоем понесла не тут от коде нанесу топ а снимем липкий слой потом просохнет и можно делать стемпинг значит ногти очень будут крепкие конечно потому что здесь два слоя акриловой пудры а если вы поете например на море то есть можно сделать вот такой маникюр и он продержится весь отдых ему не будет ничего ему не будет ничего в общем то можно и так оставить конечно но мне это не интересно я буду делать сверху стемпинг нежно-розового цвета вот ну просто хотела вам показать вот такой способ укрепления акрилом на новый топ от коде поэтому очень много там жидкости самого топа очень много на кисточку много берется теперь поверхность гладкая будет и нам ничего не помешает сделать стемпинг это пудра очень мелкого помола видите я не бафила ногти после него нее потому что если у вас другая это тоже ничего страшного просто побавьте и просто побавьте и сверху потом чтобы снять шероховатость вот с этой пудры это не нужно на очень мелкого помола так сушим опять минуту снимем липкий слой можно будет приступать к стемпингу все девочки сейчас мы просто снимем липкий слой потому что коди у нас с липким слоем конечно же смотрите девочки я сейчас вот смотрите две руки можно сравнить а я сейчас сделаю вторую руку чтобы не отнимать ваше время и мы будем делать стемпинг самая интересная моя любимая часть все ждите сейчас я быстренько сделаю вторую руку чтобы не тратить ваше время и мы приступим все девочки я закончила теперь приступаем к самой интересной части это к стемпингу сегодня буду использовать мега классную пластину от кац с алиэкспресс у меня есть обзор на эти пластины кац просто они обалденные всем советую качество супер мне понадобится нежно розовый лак для стемпинга сегодня у меня mundo de unas позже еще увидите как мы будем украшать стемпинг сейчас второй этап первый значит с акрилом мы закончили ссылочки я конечно оставлю под видео на или 99 это самый мелкий акрил на алиэкспресс акриловая пудра самая мелкая ну и ссылочку тоже на пластиночку я тоже оставлю под видео в описании под видео так все начинаем я думаю так все пока все и все 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 так указательно сделали такая сеточка безымян у нас бы другой рисунок все кроме безымянного делаем сеточкой ммм обожаю сетку прям свадебный маникюр получается сетка это всегда классно всегда очень женственно так безымянный не трогаем видите хоть сделаем и стемпинг все равно фоном проглядывается французский маникюр что мне и требовалось мне хотелось чтобы слегка был эффект френча и акрил его оставил сейчас когда топом покроем всю грязь смоем будет понятнее моя задумочка пластинка очень классно конечно тут очень еще вот эта сетка интересным и тоже свадьтесь как сот да здесь именно сетка мы тоже как-нибудь с вами сделаем я все не почищу не как второй штампик смотрите все хорошо так сейчас делаем мизинчик и потом сделаем безымянный так мизинчик надо так вот разместить тоже я думаю как все теперь делаем безымянный сейчас делаем безымянный безымянный я хочу немножко открыть поэтому я буду делать вот этот рисуночек у Угу. Так, девочки, теперь, смотрите, я сейчас сделаю вторую руку, и потом я хочу украсить стемпинг маленькими стразиками. Сейчас я быстренько сделаю, чтобы не тратить ваше время, и мы продолжим. Все, девочки, теперь я хочу покрыть топовым покрытием. Я возьму сегодня азур, потому что он без липкого слоя. И будем украшать стразиками. И не простыми, а очень мелкими. Я показывала вам на них обзорчик, они нереально мелкие. Просто как пыль. Такие маленькие бриллиантики. Сейчас я покажу, как я буду украшать. Здесь ничего сложного. Ой, так, дайте-ка я подвину. Такая ничего не рассыпала. Наносим топовое покрытие. Все, нанесли топовое покрытие. Перед тем, как сушить, я украшу стразиками. Значит, там, где у нас сеточка, я посажу стразики на цветочек. Тут все легко, понятно. Так, а вот здесь вот я буду украшать улыбочку. Здесь уйдет больше стразиков. Ну, у меня их много. Для этого я купила. Я сразу две упаковочки взяла. Ссылочки оставлю, если не сгорело. Потому что иногда сгорают. Но это очень популярная страза. Я думаю, что не сгорела. Таких мелких я вообще нигде больше не видела. Даже не стразы, они как маленькие бриллиантики. Тут вообще слиплось что-то. Они очень мелкие. Как хрусталики такие. Полупрозрачные. Слегка оттенка такого радуги. Всех цветов радуги. Так, нужно проверить, чтобы все было ровно. На улыбочке. Все, девочки, я нанесла стразики. Они очень маленькие. Такие, как маленькие бриллиантики. Сейчас высушим минуту. Значит, липкий слой здесь снимать не нужно. Потому что это азур. И еще раз обязательно покрою еще одним топовым покрытием. Стараюсь обходить стразики, чтобы они не потеряли блеск. Все, я просушила. Сейчас аккуратненько наносим второй слой. Старайтесь не задевать стразики. Но второй слой обязательно, чтобы защитить наш стемпинг. И опять сушим минуту. Все, девочки, чтобы не тратить ваше время, я быстренько украшу стразами вторую руку. И вместе с вами уже сниму всю грязюку. И будет понятно, что у нас получилось. Все, девчонки. Теперь самое интересное. Мы сейчас уберем всю грязь. С этого топового покрытия снимать липкий слой не нужно. Но так как у меня руки все-таки грязные, я жидкостью для снятия липкого слоя просто вот так вот сниму грязь. Чтобы вам уже показать в готовом виде, что у нас получилось. Ну что, девчонки, я закончила. Сейчас обязательно вам все поближе сфотографирую, чтобы вам были видны все детали маникюра. Мне очень понравился дизайн. Я довольна. Все, что я хотела, я сделала. Воплотила свою идею. Напишите обязательно ваше мнение. Мне это очень важно, понравился ли вам мой маникюр. Ссылочку на пластиночку КАЦ номер 018 я оставлю в описании под видео. Также, кому нужно, на топ без липкого слоя Азур. Пудра акриловая от Elite 99 тоже ссылочку оставлю. И на всякий случай, кому нужно мелкие-прямелкие вот такие вот стразики. Все, девочки, пишите. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!